Есть такое народное поверье, чем круче джип, тем дальше чапать за трактором. Блин, 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 назад, назад, назад! Поход, финальный завершающий 2020 год. Прошли полчаса, а уже курточки пришлось снять. Ну все, хватит, заслужили привал. Сейчас позавтракаю, пообедаю, поскину часок. Это прикольное развлечение для деток. Видишь, тут же бегемот, у него вот такие лапки. А там лежал крокодил, поэтому были другие лапки. Всего полтора часа в пути, солнышко высоко. И после трех дней дождя настроение просто залегфадское. Если это дети бычков, то мне стремно. Если это дети коров, то все зафигит. Ну все банально. Качели нас делают с новыми детьми. Поэтому, если вы идете мимо качели и вам хочется, то покатайтесь. Смотрите, какая красотища. Мы поднялись на одну из высоких горок Врамот Минаше. И видно и Хагид, и Йокна, даже где-то Далетель Кармаль. Давида видно. Хотя он тут не естественный артефакт. Он сюда пришел своими ногами. Очень приятный ветерок. Ктуха, уйди отсюда. У нас соль осталась дома, но зато у нас есть огурцы в рассоле. Выходит, 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 выходит. Если пациент утерян, то есть следующий. Вот преимущество огурцов. И рассольчик. Мы кускус приготовим на рассоле. Мы проходим важную точку на нашем маркруте. Под нами туннель 6-ой трассы. Это проход для диких животных. Они могут идти с запада на восток. А я пускаю широчку. Мы перемещаемся. Мы немедленно едим. Пошли на месте. От ищи в��� zucchца. Юлия котарная. Учил себя трава в рассе. Учил себя трава серебрится и лежит от дождя. На пуль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, секунду, сейчас буду отстегивать. Так, аккуратненько, опа, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут есть дерево, которое неясно, почему его посадили за забор. Наверное, это дерево отбирало воду и солнце у других более маленьких деревьев. Или даже оно могло нарушать мелкие административные природные законы. Например, днем они делают фотосинтез. Вот за это его и посадили за забор. О, а тут открывается. Такой красивый вид. У, там вдалеке бус. Энэшофэт. Вот там вот води, не просто водиара, а сам умольфахэм. Мать всех углей. Эм, мать, фахэм, уголь. Вот это Давид снова. Он искусственный артефакт на этой местности. Он тут не живет. Но если захочет, то может и прижиться. Вот, короче, красота. Утро второго дня, 6.30. Давид и наш костерок. Да, четыре дня подряд шел дождь. Несмотря на это, мы смогли развести костер. И мы спешим на утреннюю зорьку. На самом деле, это очень-очень-очень красивый лес. Рекомендуется. Вот к локебуца Энэшофэт. Рамот Минаше. Ханьонэй Азореа. Приезжайте, получайте удовольствие. Нальдин, Made in USA. Это наш трофей. Нашли на тропе. Восемь утра, второй день похода. Еще буквально километр, и мы выходим из надгорья Рамот Минаше. Буквально через час нас ждет источник УЗИ. Эйн УЗИ, как такой автомат с одной рукояткой. Его именем был также назван и источник. Мы уже шагаем по сельскохозяйственной деревне Мидрахоз, что находится на 66-й дороге. Выходим из Мидрахоза. И перед нами открывается Израильская долина. Открывал ли я сезон в этом году, когда закрыл? Постоянно этот вопрос, почему-то возникает у людей, я не понимаю. Сезон не заканчивается и не начинается. Он начался для меня, сейчас скажу, в 2003 году. В Новый год, наверное, на 2004. Я начал маржевать, и с тех пор сезон не заканчивается. Назвался Грузин, полезай в кузов. Ну, как водичка? Зашибись. Кстати, не очень холодная. Я думал, будет кости сводить, а она... Ну, такая свежая. Не, вода... Смотрите, мы на нашем месточке Эйн УЗИ. Мы нашли вот такую вывеску. Можно просканировать телефончиком эту вывеску. И у вас скачается аппликация, в которой вы сможете заявить, что на этом месте есть мусор. Или же я этот мусор, наоборот, забрал. Или же нужно кому-то принести пакетик, чтобы забрать мусор. Короче, очень-очень круто. Ну, это какая-то местная нон-профит амута. Гости-лебеди полетели. Израильская долина в середине декабря. Угадываются европейские пейзажи. И очень красиво. Погода тоже, угадывается, европейская. В нашем походе есть немножко и урбанистических троп. И сейчас мы пройдем через Йогев. Надеюсь, что-то из этого выйдет. Есть такое народное поверье, чем круче джип, тем дальше чапать за трактором. И вот водила этого Субару явный тому пример. Он уже сидит глубоко-глубоко на днище. Это можно перейти? Проверим. Мы идем вдоль аэропорта Мегидо, взлетно-посадочной полосы. И мы видим на фоне деревья эвкалипты. Еще в начале прошлого века англичане и евреи выращивали эти деревья, чтобы они высасывали всю влагу из болот. Но, судя по этим лужам, видно, что они проделали работу не до конца. Так вот выглядело авиадепо английский мандат, черт побери. Начало прошлого века. Агамбарух Минхат Мегидо. Да, она очень серьезная. Речка раздалась в берегах. Он как в устье своем, грязный, так и тут, смотри. Перейдя речушку Кишон, до финальной точки нам оставались считанные километры, ведь мы уже входили в промзону города Афула. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в новых выпусках Хубус ТВ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok